Тема моей проповеди «Придите ко мне, говорит Господь». «Придите ко мне, говорит Господь». Вы знаете, мы можем приходить разными путями, и мы приходим в разные места. Мы приходим не к Богу, мы приходим к людям в некоторых вещах. Некоторые пришли в церковь реализовать себя, показать, какие они герои. Вы знаете, мотив нашего сердца всегда правильный, и мы хотим сначала правильных вещей, потому что Бог мотиватор, и Он приводит нас в правильную. Потом мы можем измениться. И вы знаете, есть такой момент охлаждения. Я хочу, чтобы ты услышал меня. Есть история о жабе, которая сварилась, когда постепенно поднималась температура. Жаба вообще, вы знаете, это когда ее в горячую воду, она выпрыгивает оттуда, она не может там находиться. А когда постепенно поднимаешь температуру, она привыкает, и она варится там, сварилась. Есть такое христианское охлаждение, когда мы уже привыкаем, знаете, привыкаем к той обстановке, в которой мы находимся. Мы привыкаем к тому, что уже нет наполнения Духом Святым, уже нет силы той, которую мы искали раньше, уже нет той вдохновляющей молитвы, которая была раньше, потому что все такие. Мне как-то один друг мой сказал, ревнуй об этом, чтобы у тебя это всегда было. Когда я только пришел к Богу, я говорю, почему это ты так говоришь? Потому что мы это потеряли, он говорит. Потому что он давно верующий, он с детства верующий. Мы искали Бога, но мы потеряли это. Вы знаете, ученики некоторые теряют это присутствие Божие, когда они перестают искать Его. И вы знаете, время от времени, но всплывает у них в жизни, когда у них появляется нужда. Вот кто из вас болел в детстве? А сейчас болел? И вы ревновали об исцелении, вы кричали к Богу и вопели к Нему, и у вас появляется нужда. Но это не нужда о Боге. Это нужда об исцелении. И когда Иисус говорит, придите ко Мне, Он говорит о том, что если ты придешь всецело, то ты приобретешь настоящий мир. Послушайте внимательно. Как же к Нему прийти? Это значит не потерять те отношения, которые у тебя были в самом начале. взыскать Бога всем своим сердцем. Вы знаете, мне нравится, кто на дерево залез. Помните, как его звали? Закхей. Молодцы. О, красиво. Закхей. Все знают. И он залез на дерево. Почему он залез на дерево? Он жаждал видеть Иисуса. Кто из вас имеет сегодня такую жажду, чтобы вы готовы поступиться со своей амбицией, гордостью или еще чем-то, упасть к Нему на колени и взывать к Нему Господи, и без проблем. Я не говорю, что у вас проблемы. Просто видеть Его. Просто встретиться с Ним. У Него были деньги, у Него были возможности, у Него все было. Ему хотелось встретиться с Богом. Тебе нужно что-то отдать для того, чтобы пожертвовать своим, я гордостью или еще чем-то, для того, чтобы встретиться с Богом. Охлаждение отношений начинается с глупости, когда мы перестаем искать Бога, когда Он близко. Я прочту Матфея, и мы будем с другого места читать, совсем с другого. Придите ко мне все. Я хочу, чтобы ты слышал меня. Все это значит не те, которые нуждаются, и те, которые не нуждаются, а те, которые все. Труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Вы найдете покою душам вашим. Послушайте внимательно. Здесь, на этой земле, все люди трудятся для того, чтобы жизнь изменилась. Чтобы у тебя что-то произошло, нужно трудиться. Ты можешь не зарабатывать деньги, но ты сидишь с детьми. Ты тоже трудишься. Ты вкладываешь свою жизнь, свои эмоции, свои чувства. Ты труждающийся. И у тебя есть какое-то бремя, которое ты несешь. Если человек не несет бремени, это мертвый человек. Духовно и душевно, и физически. И все труждающиеся и обремененные. И что он говорит? Я успокою тебя. У Бога есть покой в твою жизнь. Но мы ищем какого-то другого успокоения. Как приходит к нам неправильное отношение? К верующим людям приходит успокоение. Вы знаете, некоторые начинают сидеть в телефоне. И они уже успокоились с Фейсбуком. Некоторые начали смотреть фильмы. Они вместо того, чтобы искать Бога, они успокоились в свои нервы и мысли. И вы знаете, они труждающиеся и обремененные. И им кажется, что они в покое. Но Иисус говорит, слушай внимательно, приди ко мне. Я хочу тебя успокоить. Потому что настоящий покой в твою жизнь приходит. Не от того, что ты делал или делаешь, а когда в твоей жизни есть Господь. Смотри внимательно. Возьмите. Возьмите что-то у меня. Я честно говорю, возьмите иго моё. Вот иго Божье, оно явно, оно сделано, оно есть. И давайте прочтём о быге. Давайте дочитаем это место. Хорошо, быстро. Возьмите иго моё на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко. Давайте откроем исход. Аллилуйя. Нет числа 11 глава. И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей, старейшин Израиля, которых ты знаешь, что они старейшины, и надзиратели его. Возьми их, скини собрание, чтобы они стали там с тобою. И я сойду, и буду говорить там с тобою. Возьму он духа, который на тебе, и вложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа. Возьмите иго моё, бремя народа. Смотрите, что говорит о нас Иисус. Если я труждающийся и обременённый, Он хочет успокоить меня, Он хочет дать тебе работу и труд в Его уделе. Что я должен жаждать? Скажи, жаждать исполнения Его воли, исполнения Его желаний, не своих желаний. Я не пришёл решать свои проблемы, потому что израильский народ, который хотел решить проблему за счёт кого-то, он потерял всё. А те, которые искали исполнение воли Божьей, они вошли в землю обетованную. Я хочу, чтобы ты вошёл в землю обетованную. Благословение Божие. Он хочет успокоить тебя. Все труждающиеся и обременённые. Всё равно нужно трудиться, дорогой мой. Всё равно у тебя есть бремя. Только возьми бремя правильное. Возьми труд правильный. Возьми иго, которое может тебя вывести из рабства. Потому что некоторые берут на себя тяжесть, которую они не могут поднять, и оно не поднимает их вверх. Вы знаете, мне нравится то, что о Боге говорится, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут. А неверующим говорится, что он упадёт и не поднимется. Когда ты имеешь откровение Божие, у тебя расправляются крылья. Что-то сегодня всё ломается у вас. Ну, ничего страшного. Аллилуйя. Главное проповедь правильная. Послушайте внимания. Главное, слушайте меня сейчас. Я сойду и буду говорить с тобой. Возьму от Духа, который на тебе. Что, у Бога мало Духа? Чтобы дать своего Духа? Почему он берёт от Духа Моисея? Чтобы передать им то бремя, которое несёт Моисей. Послушайте внимательно. На Моисея было бремя. Вы знаете, мы несем то служение, которое должны нести. Мы имеем откровение, которое несем, и которое должны понести в этой области, в этой местности. И вы знаете, Бог помазал особо нас Духом Святым. Скажи, я помазан? И я должен взять Его бремя? И если я не в ведении с пастырем или служением, которое я несу, я не взял от Его Духа. Я, может быть, в ведении с каким-то другим пастырем, с каким-то другим служением, но я не взял бремя и иго Божье. Тебя не вдохновляет уже то, охлаждение отношений начинается с того, когда ты не берёшь бремя, которое ты должен нести в той или иной области, где Бог тебя поставил. Возьми иго моё и бремя моё. Первое то, что мы приходим к Богу, и мы должны научиться от Него. Придите и научитесь от Меня. Если я не учусь этому, я, знаете, что делаю? Я теряю. Я хочу научить Иисуса. Я знаю, как всё должно быть устроено. Я знаю, как должно быть. Но я не хочу сам учиться. Я пришёл учиться. Я пришёл получать откровения. И вы знаете, Он берёт старейшин, старших себя, может быть, может быть, тех такого же возраста, как они, но тех, которых слушается народ. Но Бог берёт от Духа Моисея для того, чтобы вложить в этих людей ту же самую ношу и то же самое желание, которое было у Моисея служить народу. Если у вас не одинаковое ведение со служением и с пастырем, значит, вы не можете искать там. Вы не можете находить себя здесь. Но если вы имеете то же самое желание спасать этот город, спасать этих людей, значит, вы в ведении. Иисус говорит, идите по всему миру и научите. Христя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Некоторые служения и служители неуспешны. Вы знаете почему? Помолчите, пожалуйста. Некоторые служения и служители неуспешны. Почему? Потому что они не в ведении. Они не в откровении того, который был подставлен над ними. С Моисеем ходило много. И один из старейшин был Кореей. Помните? Кто из вас помнит? Почему он ушел? Почему он непослушным был? Потому что на нем не было того же желания и ревности людям свойственно вносить свои коррективы в то или иное служение. Нам свойственно менять что-то. Мы как бы с ведением пастыря, но уже против. Но уже у нас что-то против. И мы теряем, мы терпим кораблекрушение. Вы знаете, с Иисусом Христом было 100, 200, 300, 500 человек учеников было у него. Осталось в конечном итоге молодцы, 12. И то, из-за того, что Петр сказал, куда нам идти, у тебя есть слова, которые действуют. Мы не видим такого человека, который бы говорил и действовал так. То есть он не видел уже в нем ничего такого особого, но он видел слова действий. ты один, кто может справиться с этим. И вы знаете, самое интересное, глаголы вечной жизни, которые дают по-настоящему вечную жизнь, были у Иисуса. Он увидел это. Как хорошо, когда ты видишь в том служении, которое ты несешь, глаголы вечной жизни. Потому что он говорит о вечной жизни, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и найдете покой душам вашим. И что? Давайте откроем еще раз это место писать. Матфея. И научи, ибо я кроток и смирен, и найдете покой душам, «Ибо иго моё» они не открывают. 11.30 «Ибо иго моё благо и бремя моё есть то, что тебя будет поднимать. Иго и бремя Иисуса Христа, которое дает тебе подъем в твоей жизни. некоторые не видят некоторые не видят этого, и они ощущают тяжесть. «Иго моё, благо и бремя моё легко». Он ожидает от нас, чтобы мы шли и следовали его откровению. Он берет от духа своего и дает нам для того, чтобы мы исполнили его волю. поэтому мы на домашних группах разбираем что? Проповедь. И кому не нравится это, тот не в ведении из церкви, не в откровении церкви. Поэтому откровение церкви, оно важно, и я вам хочу сказать, важно и ваше откровение, но послушайте, «Иго ваше, иго моё благо, и бремя моё легко». Мы все несем одно откровение, спасение этого города. Оно заключается в откровении Иисуса Христа. Охлаждение отношений начинается тогда, когда ты уже не в откровении церкви. Когда ты перестаешь быть частью того откровения. Сначала ты хочешь идти следовать за Ним, но когда ты слышишь, что Иисус говорит, что Бог говорит, как это можно слушать, как это можно видеть, Он говорит, просто научись. Иго моё благо, и бремя моё легко. Ты никуда не денешься, чтобы исполнить то иго и бремя, которое дал Иисус в своей жизни. чтобы спастись, чтобы получить вечную жизнь. Нам надо перемены в своём мышлении, нам надо изменить наше мышление. Почему? Потому что некоторые находятся в таком, знаете, подвешенном состоянии, они перестали вдохновляться Богом. У них своё откровение. Я вам расскажу о дьяволе. Библия говорит о нём, что он ангел был, осеняющий херувим. И он был неплох в своём деле. Он был прекрасен. Он был устроен красиво. Но он только лишь исполнял то, для чего он был создан. И вы знаете, самое интересное, Господь усмотрел в нём недостаток. Он начал гордиться. Была усмотрена гордость. Гордость заключалась в том, что он начал иметь своё в отличии от того, что давалось ему через откровение света, откровение Божье. Он начал продвигать своё. И я вам хочу сказать, легко в свете, чужом свете, почувствовать, что ты уже герой. Что ты уже можешь сам. Что ты сам себе режиссёр. Но когда ты отходишь от этого света, то ты поступаешь во тьму. Третья часть ангелов с неба была свергнута из-за того, что он возгордился и он начал говорить, я прекрасен, я лучше, я намного лучше, я имею намного лучше. Гордыня, она предшествует подъению. Любое превозношение над любым, вы знаете, когда мы приходим к Богу, нам надо нуждаться в Боге, нам надо жаждать Бога, но когда я начинаю в своей жизни хоть чуть-чуть гордиться, превозноситься над кем-либо, в моей жизни приходит падение. Иисус говорит, ни над кем не превозносился, один раз превознёсся на кресте, выше всех, родился в Хлеву, выбрал самую-самую бедную семью, наверное. Кто-то говорит, нет, они самые богатые были. Самые богатые не живут в Хлеву. Понимаете меня? Богатых селят даже если у них самую лучшую гостиницу как нас поселили в самую лучшую гостиницу в Кривом Рагу. И вы знаете, Иисус Он был низок. Он пришёл к тем людям, которые не были грамотные, ничего не знали, ничего не понимали, но не услышали Его. Вы знаете, никогда ты не можешь принести Богу, когда ты что-то знаешь. Тебе надо оставить всё. И Он говорит, придите ко Мне все труждающиеся и обременённые. Бог, который знал устройство вселенной, мог рассказать тебе физику, теорию и всё остальное. Он мог рассказать всё. Он пришёл к самому низкому, и Он показал, как надо выйти из того положения, чтобы выйти на высоты. Потому что иго моё благо, а время легко. Тебе надо просто принять его откровение, просто войти в это откровение, потому что Господь сегодня хочет наполнить тебя своим откровением. И давайте откроем. Вы прочитали, да? Моисей он от Духа Моисея он взял и дал этим старейшинам. Но там стани начали пророчествовать. Это те же, которых избрал Бог. Избра вообще избирают вы знаете кто? Не пастырь, не служение. Кто избирает? Поэтому Иисус молился, кого мне избрать из учеников. Помните, да? Избирает Бог. Скажи, я избран, если я здесь сижу, значит мне надо искать присутствие Божьего. Охлаждение отношений может прийти в твою жизнь, когда ты перестал исполнять то, что он тебе сказал. Быть в ведении церкви, в ведении откровения. разрушается служение, разрушается, у всех нормально, у всех происходит что-то, а у тебя перестает происходить. Ты чувствуешь, что что-то не так. Знаешь почему? Потому что тебе надо войти снова в это, снова окунуться в то же самое. Да и аминь. Я последую за тобой, куда бы ты ни шел. Я буду делать то, что ты говоришь. Послушание лучше жертвы и повиновения, лучше тукованного. Даже цари должны были слушаться пророков, когда они идут. Потому что помазание Иисуса Христа, оно сходит сначала на голову, а потом на бороду и до края одежда. Слушайте. И открываем 14 глава Иоанна. Давайте быстренько. Мне нравится то, что он здесь говорит. Он открывает нам о свете, который должен прийти, о Духе Святом. Вы помните, что Дух Святой свидетельствовал? О великих и чудных делах Божьих, которые он совершил об Иисусе Христе. Дух Святой всегда будет свидетельствовать об Иисусе. О ком свидетельствует Дух Святой. По всей земле он будет свидетельствовать об Иисусе Христе. Но послушайте, каждый имеет свое откровение, куда идти, что делать, как поступать. Две хозяйки на кухне. Если одна хозяйка не смирится, у них будет всегда и блюдо будут вкусные, но несовершенные. Вот так вот и церковь. Когда мы приходим в церковь и у нас нету смирения, нету послушания, блюда будут вкусные, но несовершенные. Совершенство, которое приносит нам Иисус, Он говорит, оно заключается имейте любовь друг к другу, смирение друг перед другом, послушание. Почему Кореев взбунтовался против Моисея? Потому что он не был смирен. Моисей сказал, ну что ж, ну тогда давайте рассудим. Он был смиреннее, Моисей был смиреннее, чем Корей. Вы понимаете о чем? Послушание и смирение это благословение, которое дает тебе вдохновение искать Бога дальше. Потому что ты видишь чудеса. Ты начинаешь видеть чудеса. Некоторые перестали видеть чудеса в своей жизни. Они идут по накатанной, они плывут вот так вот. Потому что они уже не в видении, не в откровении Божьем. Почему? Потому что у них есть свое видение к церкви, служению и всего остального. И они не интересуются ничем, чем живет церковь. поэтому надо ходить на домашние группы. Скажи аминь. Жить жизнью, мечтать служить и исполнять волю Божию. Это будет бремя и это будет тяжесть, но она будет благой и легкой. Скажи благо и легко. Ну не всегда легко, бывает так, но приятно. Послушайте, когда ты потом видишь, ты приятно. Бывает хочется избежать этого, говоришь, Господи, да минует эта чаша меня, пускай другие идут. Моисею хотелось так, помните? Иисус так хотел. И тебе будет так хотеться, но слушай, если ты будешь тверд в своем уповании и желании, ты исполнишься Духа Святого. Библия говорит об Иисусе Христе, и поэтому Бог помазал его елеем радости. Более, он возлюбил что? Правду. Послушай, человек, который любит правду, он исполняет правду и возненавидел беззаконие. Беззаконие это нежелание исполнять слово, которое он говорит в твою жизнь или в жизнь других людей. Он возлюбил, и поэтому Бог помазал его елеем радости более всех соучастников его. 14 глава Иоанна. С первого стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога». Смотрите внимательно. Иисус говорит тут, «Когда приходит смущение, когда Бог и твое откровение о Боге и представление о Боге разнится от того, что тебе преподносит Иисус, да не смущается сердце ваше. Веруйте в меня и в Бога веруйте. Все, что я несу, то, что я говорю, от Бога исходит». Понимаете меня? Он да не смущается. Почему бывает смущается? Потому что у нас есть всегда какое-то противление от ведения Божьего, от откровения Божьего. Нам хочется избежать. Ну, мы человеки. Нам свойственно погулять где-то, заняться своим интересом, правда? Нам хочется разных развлечений, которые не нужны в данный момент, а нужно поспать вместо того, чтобы идти на ночную молитву. Охлаждение, знаете, такое? Начинается с малых вещей, оно начинается от смущения, ой, я чувствую здесь, кто-то говорит, я прославление не люблю, мне не нравится прославлять здесь Бога. Ты знаешь, что тебе Бог не нравится в этом? У тебя смущается сердце, у тебя охлаждение пришло отношение с Богом, и ты уже этого даже не замечаешь. В Откровении Иоанна написано вспомни, откуда ты не спал и начни делать то дело, которое ты делал и твори прежние дела свои, потому что Бог, Он хочет, чтобы мы делали Его дело, которое Он предназначил нам исполнить. И давайте откроем дальше, читаем дальше. Иоанна 14 глава, да не смущается, в доме Отца Моего, Я вознесу вас туда, Я посажу вас туда, вы будете там, как цари. У Меня обителей много. Слушай внимательно, я хочу, чтобы вы поняли, в доме Отца Моего обителей много, но если бы не так, Я и Отец одно, Я сказал бы, иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас. Смотрите, кого Он возьмет, придите ко Мне все. Слон снова Он говорит о тех, которые придут к Нему. Если ты еще не пришел к Нему, тебе надо прийти к Нему и исполнять Его волю уже сейчас, потому что Он все сказал, приди ко Мне. Ой, что-то мне не хочется, не хочется молиться, не хочется делать, не хочется того делать. Тебе хочется всегда что-то другого. Ты бунтарь? Ты тот, который воюешь против, стоишь против, но Бог говорит, слушай, возьми иго мое, у тебя так много бремен. Бремени, бревен, ну, в общем. У тебя и так много всего. И когда пойду, приготовлю вам место и опять возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Вот это мне нравится, где я. Вы можете всегда находиться там, где тот, который с вами рядышком, или же вы можете находиться в другом месте. Вы были когда-нибудь с человеком, когда он общается с вами, но он в другом другом месте. И ты разговариваешь с ним, и тебе хочется быть с ним, а он в другом месте. А он в другом месте. Ты спишь с ней в постели, а она в другом месте. ты находишься, а он в другом. И часто мы так приходим в церковь, и каждый в своем. Помните, с чем это похоже? Это похоже на книгу судей, и не было у них царя, и каждый делал, что считал нужным. Почему? Потому что когда у тебя в голове нет царя, твоя семья разваливается. Твой дом разваливается. Если вы в одном идете, некоторые говорят, ну как же, мы должны отдыхать, думать о другом. Послушай, у вас должно быть одно дело в Господе. Одна церковь в Господе. Одно служение в Господе. Я не верю вообще, что Бог призывает пастыря служить, а жену его нет. Дьяка наслужить, а Иру нет. Виталика. Я о себе говорю. Бог призывает нас всех, и если Он призывает ее и меня, послушайте, ответственность одинаковая. И если она не разделяет эту ответственность, если она не взяла духа, она будет тащить меня куда? Вот часто бывает охлаждение отношений, только тогда, когда что-то тебя тащит не туда, куда нужно. Тебе нужно правильное взаимоотношение. Смотрите дальше, я прочту. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. слушайте, мне нравится это. Мне так нравится, что Он говорит. Он говорит, вы знаете, я вам все уже рассказал, Он говорит, Фома, не, не Фома, извиняюсь, Фома, да, сказал ему, Господи, знаешь, куда идешь, а как знать можем путь, расскажи нам. Он говорит, Я путь. Я путь. Никто не приходит к Отцу, скажи, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вы знаете, один посредник, тот, который сказал, иди, прииди ко мне, все труждающиеся обремененные, возьмите то, что я делаю, и начните делать, начните то делать, что я сказал пастырю, и помогайте ему, и это будет путь. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Это простые слова. Моисея путь, это исполнение воли вот этих семидесяти человек. Они должны идти были путем Моисея, проходить весь этот путь. Поэтому Корей взбунтовался, потому что он думал, что он знает уже пути Божьи. У нас всегда бывает вот такое бунт, когда мы начинаем думать, что мы знаем больше, чем кто-то либо. Это бунт. и вот это охлаждение отношений. Хотя и Бог вроде не оставил, и у тебя есть сила еще в ногах, в руках и во всем остальном, но Бог отнимает что-то. Смотрите, что я и путь, истину отнимаю, да, и жизнь. Смотрите, да, и интересно, есть то, что дает тебе жизнь. Кто-то существует, и он в состоянии нежизни, он не имеет откровения истины, у него своя истина, у него свое понимание истины. Но Иисус говорит, я есть путь, истина. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Помашите ручкой. Аллилуйя, если понимаете, и дальше я дочитаю. Я из пути истинной жизни, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы Отца моего. Придите ко мне все труждающиеся обремененные. Ты говоришь, что ты меня знаешь, да ты еще и не пришел ко мне. У Петра были свои планы на Иисуса. У Иоанна были свои планы на Иисуса. У Иакова были свои планы на Иисуса. Пока они не приняли от Духа Его. Вы понимаете, о чем я говорю? Кто из вас понимает? И когда они приняли от Духа Его, они стали Ему свидетелями, они стали делать то же, что делал Иисус, только с новой силой. Они могли свидетельствовать об Иисусе, они знали об Иисусе. Некоторые сегодня знают о служении, но они не могут войти в служение в полноте, потому что они другого Духа. А что у нас другой Дух? В любую церковь вы придете, и вы будете чувствовать Дух. Дух церкви, Дух служения, Дух служителя, Дух пастыря, Дух, который стоит. Если вы почитаете Дух семи церквей, Духи семи церквей, это служители, от которых было взято и передано всем. Вы понимаете меня? Кто из вас понял? кому сложно? Если ты имеешь откровение Божье, и ты идешь за Духом Божьим. И вы знаете, дьявол, он хитрец. Он знает, когда ты что-то запланирован, он знает Слово Божье. Кто из вас понимает? Но он не может сражаться с чем? с Духом. Когда человек сражается духовным оружием, потому что духовное оружие, Дух Божий, он всегда спонтанный, он всегда неожиданно говорит, правда? И будут пророчествовать, и будут видеть сновидения, и вы знаете, оно всегда ранит то сердце, оно изменяет тот Дух, оно делает определенные вещи, которые мы не ожидаем даже, что они происходят. Так и Слово, когда Иисус проповедовал, они всегда были в неожиданности, что Он им скажет? Потому что если бы они знали, что Он скажет, они уже могли бы приготовить антипроповедь. Вы понимаете меня? так свидетельствуют свидетели Иеговы, они приходят и говорят, а знаете вы, так любая религия действует, она берет ваши знания, и она пытается вложить в собственное откровение. Когда Бог действует в вашей жизни, Он всегда спонтанный, и Он говорит, приди ко Мне, приди ко Мне, вы знаете Меня, вы еще и не пришли ко Мне. Когда ты придешь к Нему, твоя жизнь начнет меняться, у тебя желание, а, у тебя были эти желания, но ты охладил это, тебе снова нужно прийти к Нему, у тебя надо изменить твой труд, твои бремя, возьми Иго Его, и бремя Его, потому что Иго Его и бремя Его, оно приятное и легко. Я путь истинной жизни. Филипп сказал, Господи, покажи нам Отца. Супер. Я чудес хочу, знамений хочу, я хочу такой сверхбух, бомбы, взрыв, чтоб был, такая, Бог, он говорит, покажи нам Отца, и довольна для нас. Иисус говорит ему, как бы и Моисей сказал, а Моисей тоже было сказано, послушайте, вы имеете откровение такой же Иисуса Христа внутри себя. Вы имеете тоже, помните, Петр, проходя в час молитвы, видит человека, которого был хромой от чрева матери, он не ходил, повредили, наверное, позвоночник, когда доставали оттуда, сидел, привозили его к воротам, и он сидел просто там. Он сидел, но Петр смотрит на него, серебра и золота нет у меня, но что имею, скажи, что имею, что ты имеешь сегодня? Смотрите внимательно, что имею, то и даю, встань и ходи. Он взял его за руку и тот начал скакать, а он зашел в храм и все начали слушать Петра, потому что этот начал скакать, как ненормальный, но он был нормальный уже, потому что Бог исцелил его. Что ты будешь иметь взамен того, что ты имел раньше, ты будешь иметь силу Божью для исцеления, для освобождения, для благословения, ты иметь будешь того, он делегирует свою власть, он дает свою власть, ты не можешь находиться в своем, если ты не возьмешь его. тебе надо оставить свое, чтобы взять его. Понимаешь меня? Кто из вас понял? Поэтому Иисус говорит, оставьте все и следуйте за мной. Он был человек, который хотел их научить. Пока ты не оставишь, ты не сможешь следовать. Ты будь, мы хотим делать те дела, которые происходят, мы хотим делать те вещи, мы хотим иметь те откровения, мы хотим иметь тот мир, но вы знаете где он? Он есть путь, приходя к нему, ты получаешь мир, истину, и жизнь. Твоя жизнь начинается с того момента, когда ты пришел к нему. И дальше интересно, мне нравится, покажи нам отца. Отца это довольно для нас. Иисус, сколько времени я с вами и ты не знаешь меня, Филипп. Приди ко мне, Филипп. Ты еще утружден сильно, ты занят своими поисками. Знаете, кто-то религиозно ищет отца, как Филипп, хотя рядом с Иисусом. Возьми и делай. Скажи своему соседу, возьми и делай. Возьми и исполняй. Хватит жить своей жизнью, хватит себя жалеть. Филипп, вот мы оставили все последнее. Нет, это не Филипп, это Петр. Они все были со своими мыслями. У каждого были свои чувства, свои эмоции, свои мысли. Нам свойственно это. Знаешь, на домашней группе поделитесь своими откровениями. Знаете, откровения всегда противоположные тому, что проповедуют пастыри. Да не пришли они еще к нему. А Бог говорит, придите ко мне все пруждающиеся и обремененные. О, это не значит, что они плохие люди. Они хорошие. Они просто еще не пришли. Филипп тоже был такой. Довольно нам, покажи нам отца. Мы хотим других откровений, других знаний. Мы хотим другого чего-то. Мы хотим чего-то экстра ординарного, экстравагантного. мы хотим вот если бы ангел пришел с неба, тогда бы уверовали. Да нет. Нет. Не уверовали. Когда-то людям надо было веровать в Моисея. Сейчас надо веровать в Иисуса и церковь, которую Он поставил с толпом и утверждение истины. Церковь, место, Дух Церкви здесь. Возьму от Духа Моего и дам им. Мы не можем служить в Церкви. Вы видели когда-нибудь людей, которые служат, но они иного Духа? вместе собираются и они иного Духа. Нет. Каждый будет тянуть в свою сторону. Они иностранцы. А как же свое не иметь, что ли? Ну, имей свое. Никто ж тебе не мешает. Но если ты пришел, действуй в том откровении, которое действует Церковь. Скажи, аминь. Придите ко мне. Вот поэтому я говорю, когда ты приходишь в Церковь, ты должен принять не только, а и откровение Церкви, спасение города Борисполя, благословение, которое имеет пастырь, откровение пастыря, служение. А, послушайте, это не значит, что вы должны пастыря боготворить. Не надо. Пастыря не нужно боготворить. Это ненормально, это нездорово. Вы должны видеть чудеса Божьи в своей жизни. А они начинаются с того, когда ты в откровении одном. Одно сердце, одно видение, один дух, одно откровение. Понимаешь меня? Не адвентисты мы, не баптисты, даже не пятидесятники, извините. Знаешь, кто мы? Мы Церковь Святого Духа, здесь в Борисполе для спасения этого города. И мы представляем Иисуса Христа, как бы вы ни хотели, что бы вы ни думали о нас, я беру на себя такую ответственность. А кто Духа Христова не имеет? Ну, говорение на них языках, это не принадлежность к церкви. Потому что многие говорят и идут в ад. Знаешь, почему? Когда ты исполняешь его волю и исполняешь то, для чего он послал тебя. Дочитаю дальше. Иисус сказал, сколько времени я с вами, ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видела отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце, отец во мне. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, отец пребывающий во мне, он творит дела. Круто, да? Совсем по-другому читаешь. Правда? Если ты понимаешь, о чем я говорю. Верьте мне, что я в отце, отец во мне. Верьте. Послушайте, он говорит ученикам, верьте. Почему? Потому что они еще и не верили. А кто из вас верит? Ходит в церковь и верит до конца? Некоторые. Приходишь в церковь, а половину церкви не верит в то, что Борис спасется. Ну, Бог с ним. Так вы же будете ходить вокруг горы и мы вместе с вами. Понимаешь меня? Бог любит вас. И он ждет, пока вы придете ко мне. К нему, то есть. Он сказал, придите ко мне. Заканчиваю. И прошло еще 30 минут. Истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит. И больше этих сотворит, потому что я иду к отцу моему. Вот теперь вам секрет. Хочешь творить тела Божьи? Веруй в Иисуса Христа. А чтобы верить в Иисуса Христа, слушай внимательно. Тебе надо прийти к Нему. Придя к Нему, начать исполнять то, что Он хочет от тебя в данном месте, в данном служении. Он делегирует свою власть через служителей, через пастырей. Иисус тот же. Если я не подчиняюсь этому служению, я охлажден. Я уже не наполняюсь духом, потому что Он отнимает дух. отнимает то помазание, которое было, силу, которая была. Ну помазание ж было, но его уже нет. Я вам хочу сказать, если ты хочешь снова возвратиться туда, тебе нужно возжаждать опять. Некоторым надо оставить все свое и следовать за ним. оставь все свои желания, следуй за мной, следуй за мной. Послушай, Иисус, ты понимаешь, у меня жена, дети, следуй за мной. У меня масса планов, у меня масса идей, следуй за мной. Если ты последуешь за Иисусом Христом, Он приведет тебя к себе. В конечном итоге, Он приведет тебя только к себе. Тебе надо принять решение, я хочу исполнить твою волю. И мы молимся молитвой Отче Наш, но мы не понимаем, что да будет воля твоя. А Его воля здесь. Не та, что ты определил, Его воля должна быть тогда, когда ты приходишь к Нему. Он хочет, чтобы ты был благословен. Он хочет, чтобы ты был наполнен. И Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Супер! Классно, правда? Мне нравится эта проповедь. Чего? Мне нравится, потому что я проповедую его по вдохновению. я проповедую от Духа Божьего. И я хочу, чтобы ты услышал то, что я говорю. Библия говорит, приди ко мне. И Иисус говорит, приди ко мне. Мы не приходим к Иисусу Христу, мы приходим перед алтарем, перед церковью, мы приходим перед пастырями, мы каемся перед пастырями. И да, это надо. Знаешь почему? Потому что Иисус я не превозношу услужителей, я не превозношу пастырей, но я хочу сказать, что если мы не делаем этого, мы отвергаем о себе волю Божью. Мы не хотим исполнить волю Божью. Мы только говорим, что мы верим в Бога. Придите ко мне, все отруждающиеся и обремененные. Ты все равно трудишься, но ты хочешь летать? Есть крылья веры, есть благословения, есть та ответственность, которую ты можешь нести, и Бог может тебе дать силу. Понимаешь меня? Скажи аминь. Я понимаю. Давайте встанем все.